Экономика и финансовый сектор разваливаются, долги растут и что будет дальше, собственно, никто не знает, но при этом ни один из внешних игроков, разумеется, естественно, не будет брать никакой ответственности за экономическое положение страны. То есть мы можем откатиться не в 2008 год и, скажем, не в 2004. Мы можем откатиться к состоянию середины 90-х годов, когда, простите за напоминание, на заводах выдавали деньги, так сказать, бумажками, подписанными директорами. В стране, находящейся в депрессии более 20 лет, уже сформировалось целое поколение людей, не связанное ни с производственной культурой, ни с какими-либо стабильными моральными и, скажем, традиционными ценностями и семейными отношениями, не имеющие прочных заработков. И поэтому эти маргинальные слои, в принципе, являются достаточно питательной почвой для всякого рода экстремистов и радикалов. Не думаю, опять же, что моментальное утверждение Конституции на коленке будет для страны полезным, поскольку единственный выход для нас заключается даже не столько в установлении хрестоматийной демократии, потому что хрестоматийная демократия имеет разные значения, а все-таки в создании основ правового государства, потому что в противном случае никто из нас не знает, кто есть друг, кто есть враг и чего ожидать от тех людей, которые занимают определенные административные, судебные, государственные и прочие посты, поскольку мы действительно не знаем, чьими интересами и какими мотивациями эти люди руководствуются, что, по сути, означает отсутствие любых перспектив развития этой страны. Любая новая власть, любое новое политическое движение может прийти и сказать, вы знаете, мы, во-первых, делали заявление, что мы не поддерживаем этих махинаций и манипуляций, как это делало Юрия Владимировна во время утверждения Конституции 2004 года. Во-вторых, все, что вы тут натворили, это все ерунда собачья, поэтому мы будем действовать, начиная с чистого листа, этот чистый лист будет начинаться до тех пор, пока мы все здесь друг друга не перебьем и не разнесем все, что осталось от советского и постсоветского периода, не превратим в грудную черепку. Поэтому отвечать будут Россия и Европейский Союз, а зачем им, собственно, за это отвечать? Во-вторых, потому что в условиях гражданской войны те самые магистральные безопроводы, которые идут в Европейский Союз, могут взрывать как на Западе Украины, чтобы населить Москве, так и на Юго-Востоке, чтобы до его газ не дошел. Администрация Обамы на уровне, собственно, Барака Хусейновича, а не на уровне, допустим, его госдепартамента, тоже заинтересована в том, чтобы конкретно двух сверхдержав не переводить в явочную горячую фазу. Сейчас каким-то образом было путем переговоров урегулировать, пойти на взаимный уступ и дать возможность обеим сверхдержавам сохранить лицо, выйти из него и перевести в латентную фазу. Единственное, что я могу сказать, я уважаю аналитиков в Москве и в Вашингтоне, не уважаю в Брюсселе, думаю, что и там, и там прекрасно понимаю, что ситуация на Украине зашла так далеко, что вопрос даже уже не о федерализации, а о конфедерализации страны, он назрел и перезрел, и это единственный шанс, причем минимальный, удержать Украину в средней долгосрочной перспективе как единое государство. В противном случае речь может идти только о цивилизованном или не цивилизованном разводе. И вот сейчас, насколько я понимаю, компромисс может быть достигнут вокруг того, чтобы каким-то образом перести конфликт в латентную фазу. Да, изменить Конституцию, передать полномочия не столько от президента к премьеру, сколько от центра к регионам. Таким образом, снять, микшировать в значительной степени остроту борьбы за пост президента и даже за парламентские посты. Потому что, если деньги окажутся на уровне регионов, не так интересно будет сидеть в Киеве. Все поедут их делить в регионы в таком случае. И позиции и депутата, и президента, и премьера окажутся значительно менее интересной, чем, скажем, позиции губернатора, которые будут распоряжаться реальными налогами. Я еще раз подчеркну, что очень большая опасность заключается в том, что конфликт уже вышел. Даже из сферы гражданского противостояния, из сферы гражданской войны, пусть пока не с автоматами, а с битами, и пусть пока не с сотнями, не с тысячами, а только с единицами убитых. И есть уже люди, которые отрезали себе путь назад, которым отступать некуда. И не важно, сколько их там, 5, 20, 50. Вот Поруби, например, сказал, что они хотят нарастить армию Майдана в два раза до 40 тысяч человек. Это значит, что по всей Украине только 20 тысяч.